Сегодня поговорим о режиме «один приём пищи в день через день». Недавно меня спросили об этом, так что я решил снять отдельное видео на эту тему. Полезно ли это или это вредно? Что будет, если не есть целый день? Подумайте вот о чём. Миллионы людей голодают целенаправленно и регулярно, по соображениям религии или здоровья. Некоторые голодают неделями, бывает даже что месяц. При очень малом количестве побочек и с огромной терапевтической пользой. С положительным эффектом для ума, настроения, воспалений, сердца, мозга. Вы не морите себя голодом, организм переключается на сжигание собственных запасов жира. То есть вы питаетесь, хоть и не едите, вы тратите собственный жир, хотя в обычном режиме этого не происходит. Парень, установивший рекорд длительности голодания, голодал 382 дня. Вначале он весил где-то около 200 килограммов, и в итоге похудел до 80. Надо понимать, что то, когда вы едите, на самом деле важнее, чем то, что вы едите. Я не говорю, что не надо соблюдать здоровое кето. Я лишь подчёркиваю, что режим питания очень-очень-очень важен, потому что при голодании вы снижаете инсулин, и тело использует кетоны как топливо. Есть и много других плюсов. Однако, если решитесь на это, очень советую при этом принимать высококачественные электролиты с большим количеством калия и магния, а также микроэлементами. Также витамины группы В в виде пищевых дрожжей. И третье. Нужна морская соль. Если вам будет не хватать соли, вы можете чувствовать усталость, утомление в мышцах. Значит, нужно чуть больше морской соли. Четвёртое. Витамины D3 и К2. Просто потому, что натуральный витамин D3 очень трудно получить из пищи, а вы ещё и не едите, то есть не получаете витамин D. Но его можно получить от солнца. Если вы много гуляете на солнце, отлично, тогда он вам не нужен. Но многие сидят дома, так что я советую принимать D3 и К2 вместе. И я уже упомянул микроэлементы. Итак, вот что надо делать. Просто ешьте три раза в день, без перекусов. Если вы новичок, внизу я дам ссылку, что именно есть, чтобы вы знали, что нужно для здорового кета. Делайте так, пока не начнёте вставать утром без чувства голода. Тогда держитесь сколько можете до первого приёма пищи. До 12 или часу, затем второй раз. И начинайте сближать первый и второй. То есть, допустим, вы голодаете 16 часов, затем 18 часов, затем 20 часов. И уменьшаете окно для приёма пищи, пока эти два приёма пищи не превратятся в один. Но это лучше делать постепенно. Затем, на следующем этапе, просто следуйте вот этому принципу. Если не голодны, не ешьте. Продолжайте в том же духе и старайтесь держаться всё дольше, пока не продержитесь без еды весь день. И ешьте один раз в день через день. Но еда обязательно должна быть богата нутриентами и состоять из достаточного объёма правильных продуктов. И знайте, ваш организм будет очень консервативен. Он адаптируется и станет более эффективен. Нутриентов вам будет нужно гораздо меньше, ведь организм будет использовать ресурсы вторично. Я очень советую питаться по этой схеме. Один приём пищи в день через день. Тем, у кого устойчивое плато, у кого медленный метаболизм, или им нужно очень сильно похудеть, и они хотят ускорить процесс. Спасибо за просмотр. Пока вы здесь. Пожалуйста, оставьте комментарий со своим мнением об этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok